здравствуйте мои дорогие с вами ваша ваша бабушка соня ронни всегда очень болезненно относился к тому что его стоянку закрывали ронни был водителем грузовика бетономешалка и когда на обед он приезжал к своему дому был только час чтобы пообедать и в это время ему нужно было воевать за то место где оставил где он должен был оставить свою машину короче все соседи уже знали что с ронни ручек лучше не связываться он человек очень нервный он человек вспыльчивый он может накричать и где-то даже может быть пустить вход кулаки и поэтому там где было был заезд на пустырь где ронни оставлял свою бетономешалку никто уже давно не ставил машины иногда когда кто-то приезжал кому-то в гости могли там поставить машину но ронни тут же быстро все расставлял по своим местам и все возвращалась на круги своя в этот день роне был день очень трудный неудачный ему пришлось два раза ездить не по неправильному адресу ему нужно было сгрузить бетон вдобавок шел очень сильный дождь непогода ронни терпеть не мог быть мокрым и вот когда он приехал на обед для того чтобы поставить свою машину ужасу не было предела точно там где он заезжает на свою стоянку стояла чья-то машина причем стояла нагло стояла неприлично так что ее невозможно было объехать ни справа ни слева и когда ронни несколько раз посигналил и никто не вышел он под сильнейшим дождем спрыгнул с машины подошел к машине попинал и и увидел что сигнализация не срабатывает кроме того еще ко всей наглости машина была новенькая из магазина и чехлы были в целлофане он настолько разозлился он настолько потерял над собой контроль что он не долго думая развернул свою бетономешалку с остатками цемента к этой машине и вслил на нее весь бетон который у него оставался в машине и практически похоронил ее под бетонным саркофагом после этого вздохнул спокойно оставил машину там вот прям посередине улицы как она и была и зашел в дом в доме как ни странно обычно его ждал обед но тут что-то вдруг было тихо темно никто скажем так его не встречал ронни громко позвал свою жену в это время зажегся свет и ронни с удивлением увидел своих детей жену своих родителей своих братьев сестер которые стояли с красивым тортом со свечами и громко кричали ему ронни ронни мазальтов мазальтов йому ледит самих ронни ронни поздравляю поздравляем тебя с днем рождения ронни хлопнул в себя полу губой я же забыл у меня сегодня день рождения устроили ему такую скажем так празднование сюрприз и в это время подходит к нему жена и говорит ронни ты мечтал о новой машине вот тебе ключи от машины там на твоей стоянке стоит твоя новенькая машина это наш подарок тебе от всех нас вы понимаете уже чью машину ронни залил бетоном я когда этот рассказ впервые прочитала божьему у меня сердце сжалось от я только себе представила лица его родственников я себе представила и вообще что он при этом чувствовал минута вспыльчивости минута гнева она приносит очень очень сильный ущерб наносит очень сильный ущерб самому человеку всем тем кто его окружает есть еще одна история которая закончилась несколько более скажем так удачно наши источники описывают такую ситуацию что один человек почувствовал что конец его близок позвал к себе своего сына и сказал что я не могу тебя оставить большое имущество но я хочу оставить тебе в наследство одну очень важную вещь я знаю что ты очень вспыльчивый человек поклянись мне что если вдруг будет твоей жизни ситуация что ты очень сильно разозлишься поклянись мне что ты не действуешь сразу сгоряча что ты переспишь ночь с этими мыслями и только на утро ты будешь действовать сын очень удивился что его отец с него берет такую клятву пока поклялся своему отцу не действовать сгоряча отец умер у него на руках тем временем мужчина этот женился прошли какие-то годы ему нужно было поехать поплыть на корабле сбыть товар а когда-то это плавание могло занимать от года до трех лет за моря за океаны и вот по дороге на них напали пираты его взяли в плен и только спустя десять лет десять с лишним лет мужчина после многочисленных странствий и неприятности которые с ним произошли он вернулся в свою деревню и вот он подходит под вечер уже стемнело он подходит к своему дому и слышит голос своей жены которая разговаривает с каким-то мужчиной сердце его сильно забилось он прислушался и услышал что его жена какому-то мужчине говорит какие-то нежные ласковые слова он схватился за нож хотел ворваться в дом и прикончить жену с ее любовником на месте но тут он вспомнил что он отсюда клятву не действовать сразу по первому зову вспыльчивости и злости он пошел в синагогу попросил там чтобы кто-то взял его на ночлег не назвал все кто он и что он и утром он пришел к своему дому и слышит голос его жены говорит как жалко что наш папа пропал без вести неизвестно где он если бы твой папа видел каким красивым юношей ты стал и наш человек схватился за сердце и сказал себе боже мой отец спасибо тебе за ту клятву которую ты с меня вырвал перед своей смертью это самое большое наследство самое лучшее наследство которое мог получить я чуть не убил собственную жену и собственного сына причем тут эти два рассказа вы увидели два два проявления когда человек гневается какое отношение это имеет к нашей недельной главе в нашей недельной главе мы видим как бог наказывает египет казнь 2 3 4 5 много-много казни и меня мои ученики спрашивают на уроке соня а что зачем понадобились 10 казни что нельзя было богу было сделать такую казнь или сразу казнь первенцев и египет был не мне был бы разрушен и сразу вы все вы вышли из египта не надо было бы так многим людям так много так много страдать неужели не бог не мог вывести евреев после одной казни я бы мог еще как мог более того я вам скажу бог мог не 10 речениями сотворить мир одним речением сразу вот взял как как мы сегодня в компьютере мы можем нажать на кнопку включить компьютер и мы сразу видим все готово город страна там кто там что все можно сделать одним нажатием кнопки но бог сделал творил мир поступенно поступенно поэтапно для того чтобы как говорят наши мудрецы показать людям что все в этом мире происходит поэтапно поступенно он творец он может все сделать вот так с помощью щелчка но так как бог хочет чтобы мы с ним были напарниками то бог снисходит к нам до нашего уровня и говорит я знаю что вы не можете отсюда переместиться сразу сюда из-за рабов сразу сделаться свободными людьми и поэтому я все буду делать постепенно я не только буду наказывать египтян за то что они сделали с вами за эти 210 лет рабства в принципе мы там были немножко меньше самого рабства было восемьдесят шесть лет но мы были в египте 210 лет и поэтому бог сказал я египтян не просто буду наказывать за то что они с вами сделали я еще вас тоже буду постепенно вытаскивать из этого египта в котором вы погрязли не раз и не два я встречалась здесь наших бывших соотечественников которые здесь живут 10 20 30 даже есть одна которая лежит 58 лет физически люди находятся в израиле ментально психологически морально каким каким угодно образом они находятся в своей москве ленинграде в костроме в сибири во владивостоке я беседая с людьми удивляюсь они понятия не имеют что делается в нашем кнесете что у нас делается в политике они абсолютно не в курсе кто у нас знаменитые певцы писателей вся наша культура они полностью через этот ящик как говорите через это телевизор они полностью там в своем бывшем советском союзе они с него уехали но они с него не вышли для того чтобы бог мог вытащить нас евреев из египта нужно было вытаскивать евреев постепенно потому что невозможно человека взять и выдернуть с корнем с той земли в которой он вырос и котором привык даже сорняк из земли не всегда удается вы вырвать одномоментно вы его выдергиваете а там еще остаются еще куски корня еще и еще дерево невозможно выкорчевать сразу срубают сначала ветки потом спиливают ствол и потом этот пень с этими глубочайшими корнями выкорчевывает очень трудная работа злость это спонтанное быстрое чувство которое оставляет человека полностью один на один с собой в наших источниках говорится что человек который злится который не поправил у себя качество вот этого гневливости он работает все виды идолопоклонства в это время служит всем видам идолопоклонства какие только есть в мире вы можете сказать как же так если человек сердится что это значит что он сейчас служит каким-то идолам нет он в это время не служит идолам он в это время служит самому себе потому что когда человек на что-то злится это значит что то что то идет не так как он хочет если бог хочет по-другому или какой-то другой человек хочет по-другому, или же кто-то, какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, они идут по-другому, но человек это не принимает, вот отсюда идёт гнев, отсюда идёт злость, отсюда идёт вот эта агрессия. И поэтому гнев – это обратная сторона терпеливости. Для того, чтобы достичь чего-то хорошего, нужно быть очень терпеливым. Для того, чтобы получить аттестат зрелости, нужно проучиться первый, второй, третий, четвёртый, все классы пройти. Для того, чтобы получить диплом, нужно ещё проучиться пять или шесть лет. Для того, чтобы стать кандидатом наук, нужно ещё. Я сама, сколько лет я играла на скрипке, и когда мне впервые дали в семь лет в руки скрипку, я оттуда вытащила вот эти первые скрипучие звуки, сколько лет и сколько терпения нужно было, чтобы скрипка у меня зазвучала красиво, мелодично, и чтобы Моцарт был Моцартом. Так вот, дорогие мои, когда мы что-то хотим быстро, быстро не получится. Быстро – это не по-нашему, не по-божески, не по-еврейски. Когда мы хотим какого-то хорошего результата, чего-то настоящего, это нужно выстрадать, это нужно прожить, это нужно пропустить через себя. И поэтому десять казней, каждая казнь вытаскивала из нас какие-то неправильные представления, какие-то верования, какие-то устоявшиеся установки, извините за такую тавтологию, в которую мы вросли с молоком матери. И поэтому Бог нас вытаскивал из Египта десятью этапами, десятью казнями. И поэтому я вам желаю большого-большого терпения. Я вам желаю терпения, терпеливости. Мы сейчас живем в очень непростое время, когда еще карантин, еще локдаун, еще мы должны сидеть дома, и у нас уже нет терпения, и мы лопаемся. Я вам желаю в первую очередь здоровья, терпения. И помните, что с Египта мы выходили в течение целого года. Ну и дай Бог нам из короны выйти точно так же, но выйти. И по пустыне мы ходили сорок лет, пока мы не вытащили из себя этот Египет. Я желаю нам всем здоровья, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы мы вышли из нашего внутреннего Египта. Это не будет в один день. Этим мы занимаемся всю нашу жизнь. С вами была ваша бабушка Соня.